всем привет сегодня одел уже такую легкую куртку вот потому потеплело у нас днепропетровске с утра занимался два часа в тренажерке бегом покупался и значит сейчас иду на интервью тут какое-то интервью насчет масленицы в театре когда журналистка придет чтоб она обещаешь потом надо знаете уметь говорить нет не хочешь жарить не то я ой потом перезвонил перезвонил я не перезвонил она перезвонила так что уже найдет театр и я иду 11 утра расскажу рецепт блинчиков ну ажурные расскажу я когда-то делал видео снимал ажурные блины вот этот рецепт я расскажу там пол-литре кефира подогреваешь 2 яйца полтора стакана муки туда бухаешь и чайную ложку соды нас и шутку все уксусом потом короче ложка чайную ложку соли 2 столовых ложки сахара вот потом подогреваешь молоко 250 грамм кипятишь и горячее молоко вливаешь в этот раствор и размешиваешь она как немножко заваривается и потом значит туда еще 2 столовых 3 столовых ложки масла растительного и жаришь на сухой сковородке блины это ажурные блины лучше признали на масленицу всех с масленицей все всем пока в общем взяли интервью там спрашивала про масленицу про то как я начал петь опять по десятому разу рассказал проект помойку с пластинками прозы кину про консерваторию а потом это самое мягко так перешла на политику про зарплату про то что почему так получается что поднять должны были зарплаты на мир понизили вообще конечно такой знаете вопиющий случай все таки вот я сейчас иду и там девочки скоро сэмвэл сэмвэл нам надо твоя помощь говорит там петицию что подписали надо 5000 чтобы собралась я так понимаю что писать могут люди с любых стран эту петицию там электронный адрес всего лишь оставляешь поэтому если можете помогите надо что 5000 голосов собралась под этой петиции потом эти депутаты якобы привет обратят на это внимание поэтому я ссылку оставлю под видео кому не сложно там никакой естественно ответственности за это никто не несет никто никого там не преследует просто она подписать в электронном виде эту петицию поэтому такой красивый лайф это как лосточка красиво любуется стоит перед зеркалом если расстегивается это кстати видел матемали работы так я работал не так прям ностальгия когда вижу этот маляры шпаклюют блин я же хочется на этот козел запрыгнуть взять шпатель да не знаю это моя вот да прикрутить звук это у нас чтобы мы слышали что происходит это игорек там не могу тебя не ты читал комментарии ну там написали шоу ты ярни искренне там удалил один комментарий женщина написала сама удаляете а вот опять напишу что игорь сперва говорил что типа в каире хорошие условия были что нормально ничего страшного а потом говорит когда на следующий день уже там вы начали спорить что про условия поездки он начал говорить что типа а это вас там ужасные условия были что отвратительные как свиньи но я и сказал что игорь просто это говорит как бы нот мы его троллим да там что-то и он в отместку нам вот он сутрировал за и прошу там ты сказал начал крокодилы плавают в ниве то есть это важнее было но ты стал говорить просто как бы чтоб ну для юмора и я радусь иронии под ним конечно сами для себя но мы просто пошутили немножко ничего там такого дату сразу же немножко возбудили вот и это мне не право не не что я не прав любой поездки и это прекрасно я бы спал лично и под мостом для меня это не страшно непонятно просто мы как бы говорили изначально том что было такое или не было в поездках что по четыре дня ну было видишь что вот гурченко и все остальные народные артисты причем с таким миром ну в принципе написали пугачева с кипятильником есть правильно ездили с кипятильником и детей в автобусах делали ты владико тоже в автобусе забался так что извините мы шутим ничего тут такого прекрасно понимаем что дорога и здорово все было прекрасно чтобы не обращайте внимание то мы пост пошутим погрызёмся люди думают что от мы и правда по сути мы дальше пошли и нормально общая шутим но крокодил это там не плавали не ну понятно да но мы шутили это еще спросила женщина написала не помню ты отвечал или нет чтобы можно ли вот это с этими ну когда вот эти эти ну короче дни вот эти как она ну короче ты понял вот такие пост у женщины який пост а так что критические дни пост за тоже пост получается можно в церковь ходить воношь типа кровь чешу ну это надо у священника спросить в принципе кто на хорах вот люди ходят кто поет да хочу же они не берегутся не наш петь может быть святыням нельзя там прикладываться но это надо со священником ну лично я думаю что я не знаю конечно мое мнение а почему а если вот у человека начались эти дни вот человек чувствует что он умирает вот и надо исповедоваться вот священника вызовут и все он делает как на тоже так думаешь ну а ты сам как думаешь вот если бог создал человека с вот этими делами то значит ему в любой момент можно прийти к богу или какой-то есть ну вот правильно я тебе объясняю есть никогда нельзя там святыне прикладываться это какие дни вот за которые ты спрашиваешь а если других дней немал человека а если а если ноги ты пришел что угла перед смертью вдруг перед смертью человек летит на самолете и вот она боится предчувствует а у нее вот эти дела она пошла причастилась исповедовала села самолет что они причастят не исповедуют они можем нет но если она не скажет ему что у нее что-нибудь да проверять рукам и мацик там нельзя я тебе объясню это отцу у вас со священником надо разговаривать что ты у меня спрашиваешь я лично свое мнение сказал но мое мнение это ж не не иерарха церкви на мое мнение что человек может любой момент прийти к богу твою нет в любой момент всеми днями без тех дней ну не знаю апостол он отказался от христа будучи рядом с христом и ему иисус сказал что ты откажешься трижды петух не проповед как ты три раза откажешься так он отказался а дальше они каноны составы отлично но ты меня вот так не знаю потом петра распили попросил себе самого жестокую смерть такой так что давай не спорить насчет церкви а чё вниз головой вырастали это разве нормально так умереть значит за христа нормально человек принял за христа такой ну хорошо спасибо ты хамончик пробовал не очень ты пробовал немножко вкусный да скажи хочу чайника нема ничего нема а это новый и 5 так конечно первым на а ты уже второй сливаешь там любит почувек ты сказав что пошли покурим вчера в квартире то есть написал на такой минуте слышно шейгой сказал пошли покурим такого не говори выхать зачем оно мне надо ну во первых всем органам вредить ну зачем ты правда измени горыный должен огонь этот глотать или что там дым там не огонь ну а когда ты это всасываешь сигарету а ты курил курил кальян когда-то игорь ни разу в жизни и не хотел бы данные а владик курил тоже нет а ты не знаешь просто вагаде к тебе все расскажи ну я вижу да не а кальян курил он ну нет это чувствуется но видно нет кальян это просто дыма с ароматом это даже никотиновый есть не без никотина и ну и зачем ему вообще ну так сидят курят трубки дым пускают ну да в ресторан пойдешь там везде кальян есть тебе принесли распалили его там типа вишня ты сидишь там и дым пар пускают конечно а я сам не курю игорь кальян я раз или два в жизни только попробовала ну такое я лучше что-то съем не знаю может быть без чревоугодия вселился и сегодня легкую курточку одел не абсолютно хорошая куртка тренажерки два часа от занимался сегодня два часа пахал тяжело руки наливаются прямо гробные делаются плечи знаешь когда занимаешься но как каменная делается да ну в ней тренер сказал что я говорю когда живот у наряд живот это твое питание как бы ты не занимался если ты будешь неправильно питаться хорошо спадает грейпфрут ананас авокадо киви от авокадо живот спадает так оно жирнючий авокадо в день надо съедать по одной авокадо может грейпфрут авокадо да это света сказала это я тебе говорю не знаю лёша лёша дай зубы скалы в коридоре лёша зубы скалы в коридоре мы слышим уже слушай авокадо потом 150 200 грамм можно съедать голубики голубики и вот такой корень имбиря имбирь но не все вместе или или и живот спалится спалится и лёша тег думаю женщина с этими днями критическими может церковь приходить я думаю если бог создал тоже может ну как так ты можешь сказать человеку что можешь человек пойдет и на делает тебе много шоу ну что наделает цели за человек не знаю как она не знаю никогда не ходила церковь проходила вот и тяжело плохо ну мне кажется ну как же бог придумал это что же ну не человек сам же себе там кровь риза или первых я тебе скажу человек который причащается он не пойдет на причастие с этими днями это первое а второй если женщина вдруг пришла ну а если там прям началась во время исповеди ну а шо ну вот хотела до церкви дойти подумала ой не пойду мне на дни критически пришла домой и умерла и шо лучше причем тут шо лучше каждый верующий знает каждый верующий человек который ходит церковь он знает что делать женщина которая вдруг сразу пришла и и спросит батюшка готовились ли вы к причастию еще не буду спрашивать у вас сейчас есть эти дела нет готовится элементарно ну она скажет голодала да шо голодала ну готовилась не ела не пила там же на точный желудок надо чинить это естественно если она не знает о этих днях то она и выпила воды поела мужику сок сала перед этим он сказать вы постились она сказать постилась батюшка новин дальше ну садитесь на исповедь а ну так господь то все видит ну так просто наверно батюшке ничего не будешь он не выяснил зашла и вы батюшке ничего не будешь у уже сделал не ну чё на хуже слушай ну не разворачивай глупые темы но мне интересно тоже самому стало почему собак нельзя почему собак нельзя в церковь а кошек можно почему собака и кошка причислено как бы нечистым животным но почему но я тебе объяснил никто собаку за это не убивать ну потому что храм джели хватало чтобы собаку были наря какие еще храм это есть храм пойми но кошки можно какие еще можно но кошки можно почему потому что они раньше мышей ловили церкви их оставляли разрешили а собаки то есть и мыши и змеи это нечистое писать и зная если змея заползет в храм ничего страшного если он какие-то змеи которые именно в какой-то божественной празднике этого ничего тут такого нет церковь без нас разберется твое дело что исповедовать причащая но я так и делаю вчера так шоу исповедовать богу зачем туда куда куда туда пойти я под мостом шоу исповедоваться богу в душе кому боюсь хочу я боюсь и читаю что это не нужно а ну ты считаешь прекрасно но я так мне кажется богу обратиться сложнее в сердцах чем к священнику богу ты навзываешь вот искренне не ну подожди а еще сказали что игорь еще сказали что игорь игорь вообще некрасиво как взял палец вот этот показал кому мне типа тарион выходил говорит что-то это снимаешь держи что-то это вот телефон я что так держу двина руками я игорь даже не знает такого пальца не придумывают это шо кому показалось шо кому-то слышали они сразу вот это вот не я никогда не пока еще вевта я знаю что тебя даже такого написано что должны ходить к священникам у кому простите сказано тому проститься кому не простите не проститься но священники слава богу всем прощает ни один не священник вот в этом начинаете тот такой тот какой слава богу прощают значит а есть такой грех который они скажут нет не могу нет нет но когда нашел господь прощает все грехи кроме хуна духа святого представляешь вот это держит записывает каждый же раз что-то надо подложить до воли его надо раскрутить на скандал то ли на церковь то ли на еще на какие-то вопросы не знаю что-то снимать за я раскручу тебя на скандал ты не видишься красива кофта это света купила красивенько и я такую картошку вчера вкусную пожарю а блины и кибул и вот эти были блины блины ну наверное ни к чему да они у тебя были как коржи знаешь вкусные на вкус просто твердые я думал что до вечера не будет потому что вечером же тоже репетиция была понимаешь я думал она останется и до вечера будет а вы же приедете надо что-то приготовить и я хотел сделать блины с картошкой он наварил пюре и делал эти блины это делаю так знаешь называется но внутри в башкирии такие сухие лепешки и вот они накладывается это и вторым этим прижимается ну как пополам пить и называется или как я не помню а ты просто хотел с картошкой да завернуть и вот еще со сметаной ношу протушить наш обмакать блины не пошли да ты быстро пришел бы нажарил и тут это молодец от приготовила кто-то тоже написал шоу эти свете и гарнина дана там это и здрасте у них такая семья хорошая на за игорем бегает не знаю что да не надо мы уже извините прожили ей было семнадцать лет не четырнадцать мы познакомили да не надо а семнадцати поженили же простите наверно скоро бабушка с дедушкой будем все не надо да у них хорошая семья ученик и говорит игорь заводит животных чтоб как-то отвлечься тару здрасте всегда были и было очень много и света не меньше игоря любит животных она сама у них я рассказывал что зашла собаку при притянула с улицы раненую на простыне мы будем чай пить это у нас театре делает ремонт и вчера говорят у такое висело по театру петель это намекают на душу с такой зарплаты как у нас остается тика об этом и думать петля вы сидите кстати да просили меня и скоро я еще раз повторюсь чтоб чтоб петицию там вы подписывали надо подписать надо подписать в электронном виде это написать это электронный адрес это можно со всего мира у меня я прохожу я понял я тоже выставлю в контакте и сюда ссылку оставлю то люди иду скоро девочки сам вилл сам вы говорит нам надо твоя помощь что такое утяжка рт я говорил уже как-то трансляции сказал и ссылку оставил там кто-то писал да но петиция насчет зарплаты чтобы зарплату надо пять тысяч голосов собрать спасибо не туда даже других стран можно неважно там только электронный адрес количество да вот номер один номер два в общем-то целые на это один человек с поцелуями лучше могу сказать я не знаю что сказать если не пришел мне отдали такое количество писем в общем все хочу сказать что вам не надо путать какое-то мое такое дружелюбное общение если где-то видео вы видите что там я что-то так отвечаю что я там я не знаю даже и слова подобрать или там напоминаешь из этого кинофильма это же около 8 см divided by 4 кнут при чем ты ты это не круто вернитесь корито это это не красиво ну как не я же не могу отвечать на воду как ждать деньги на похорон жить со мной невозможно тут пишешь мне хорошие слова но я буйки я пью курю дерусь ругаюсь матом поэтому вы не так подумали бы мне хорошо, как есть. То есть, вы подумали обо мне лучше, чем есть на самом деле. Я не знаю, что добавить, что сказать, но открытка для твоей мамы. Не знаю, точно ее беременную или нет, поэтому просто открытку. Спасибо огромное за открытку для мамы. Такая день рождения открытка называется. Очень красиво с бабочкой открытка. Дорогая Татьяна Васильевна, поздравляю вас с днем рождения. Счастья вам, крепкого здоровья и долгих лет. Спасибо вам за такого замечательного сына, как Самуэл. Удачи и везения во всем. Пусть счастье, ну, была четвертая. Радость придет в ваш дом и надолго после поселиться в нем. Мы все вас очень любим. Мы все его очень любим. Он замечательный. Яйца. Ой, огурцы. Обожаю. Свети. Я тоже люблю, что идти. Закрывать. Ой, обожаю огурчики. Трусы порвали дырку. Так, короче, по яичку. Трусы разорвали дырку. Игорюнька бороду краса. Краса. Брасматиком светил. Понимаешь, что ты сразу меня снял? Да. Слушай, дело в том, что за бородой должен быть уход. Как он? Давай ты путь. Борода настоящие, и елем ее смачивают, и расчесывают, и усы вот так вот завивают. Это час работы перед выходом. на работу или на люди. Понятно. Так это и так, да? Знаешь, мы как куклы заводные. Потом слышали музыку уже. Как театр Карабаса-Барабаса. А ты кто был бы этот, Артемон? А кто я там? Подожди. Не, ну вообще я был бы Реман. Вот тут Стас. Я прошу тебя, сумей забыть Все тревоги дня. Пусть они уйдут, И может быть, Ты поймешь меня. Все, что я скажу, Не знаешь ты. Только ты тому вина. Понял я, что мне нужна, Нужна одна, лишь ты, Лишь ты одна. Этот день он вспомнится не раз. Я его так ждал. Как мне хорошо с тобой сейчас. Жаль, что вечер мал. Я прошу тебя, побудь со мной. Ты понять меня должна. Знаешь, что мне нужна, Нужна одна лишь ты, Лишь ты одна. Хочу, чтоб годом вопреки Так же были мы близки, Так же были мы близки Двадцать лет спустя. Не мечтал о счастье я таком, Я о нем не знал. Даже целый день с тобой вдвоем Мне, наверное, мал. Благодарен я судьбе своей За любовь, что нам дана. Знай, будешь мне нужна, Всегда одна лишь ты, Лишь ты одна. Хочу, чтоб годом вопреки Так же были мы близки, Так же были мы близки Двадцать лет спустя. Спать хочу, Игорюнка. Баюнка. Ой, нам малиновки заслышал голосов. Давай. Давай, давай. Я в кризисе глаголосов. Так, ладно. Установи меня, Игорюк. А что, правда? Так у тебя родитель есть. Двое причем. Он родитого откажется. А ты не думал усыновить ребенка? Там тебе написали, Хай бы уже Игор усыновил ребенка И для ребенка жил. Подожди, так у меня есть сын. Ты еще усыновить. Зрители сказали. Значит, надо. Слухай, что зрители кажут. А что, возраст не играет рода? Не знаю. Так они насчет чего? Насчет животных? Так, животное с человеком не сравнивается. Причем тут одно к другому. Что ты хочешь спастись за счет животных? Что ты никому не надо? Что животными спасаешься? А как можно с собакой спастись? Я не знаю. Или кошкой? Ну как? Ну при чем тут это? Я люблю, когда ласточка гнездо совьет. У меня не вьют, к сожалению. Спасаешься. Я бы убирал там. Ты спасешься, а то и крышей. Вот прекрасно, ласточки щебечут над окном. Так что... Как дорог рай, березовый, малиновый заре. Я пошел проверю. Да. Опять же позову. По улице моей, который день, вот, звучат шаги, мои друзья уходят. Друзей мои, медлительный уход в той темноте за окнами угоден. В одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным. Как холодно ты замыкаешь круг, не внемля, увереньем бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоем лесу, на том конце замедленного жеста. Найти листву и поднести к лицу, и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь своих библиотек, твоих концертов строгие мотивы. И, мудрая, я позабуду тех, кто умер или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль. Свой тайный смысл доверят мне предметы. И, рода, преклонясь к моим плечам, объявит свои детские секреты. И вот тогда, и вот тогда из слез, из темноты, И из бедного невежества было. Снова, друзей мои, прекрасные черты Появятся и растворятся снова. Я припытать, куда вам путь и где пристанище. Я вижу мачта корабля, и вы на палубе. Вы в дыме поезда поля, поля в вечерней жалобе. Вы верьте, пожитки незачем тащить. Ведь днёй ехать дальше в смерти, Стремитесь жизнь перекроить. Печалиться не надо вовсе, Когда вам нечем карту крыть. Вы бросить жизнь на ход, не бойтесь, Не бойтесь, не бойтесь, Не проиграв, не победить. Все равно года проходят чередою И становится короче жизни путь. Не пора ли мне с измученной душою На минуточку прилечь и отдохнуть. Все, что было, все, что ныло, Все давным-давно уплыло. Удомились лаской губы, И натешилась душа. Все, что пела, все, что блела, Все давным-давно истлела. Только ты, моя гитара, Прежним зонам хороша. Ты напомнила вчера мне о далёком, Пережитом, позабытом, по усыне. Милый друг, ни разговором, ни намёком, Не ищи былого облика во мне. Все, что было, все, что ныло, Все давным-давно уплыло. Удомились лаской губы, И натешилась душа. Все, что пела, все, что блела, Все давным-давно истлела. Только ты, моя гитара, Прежним зонам хороша. Может быть, ну вот совсем ещё недавно Захлебнулось сердцем радости в груди. А теперь, как это просто и забавно, Мне сказать тебе лишь хочется, Уйди. Все, что было, все, что ныло, Все давным-давно уплыло. Удомились лаской губы, И натешилась душа. Все, что пела, все, что блела, Все давным-давно истлела. Только ты, моя гитара, Прежним зонам хороша. Не дай, не дай, моя гитара, Прежним зонам хороша. В заросшем парке Стоит старинный дом, Залиты окна, И мрак царит Извечно в нём. О, мне осталось последнее. Сказать я Пытался Чудовищ нет на земле. Но тут же Расстался Ужасный голос Вам глетт. Голос вам глетт. Давай. Мне боль Мне больно Видеть белый свет Мне лучше В полной темноте Я очень много-много лет Мечтаю только о еде Мне слишком тесно В замерзне И я мечтаю Об одном Скорей Свободу Обрезки Прогрыть Свой Старый Бетский Двор Проклятый Старый Двор Класс Класс Мне нравятся такие песни Да Был беда помет Слепой и жутко злой Никто не вспомнит Помнит о нем Сим Мы холодной дой Соседи Не стали Его тогда Коронить Лишь доски Достали Решили Затолотить Двери Двери И окна Мне больно Видеть Белый свет Мне лучше В полной темноте Я очень много-много лет Мечтаю только о еде Мне слишком тесно Заперти И я мечтаю Об одном Скорей свободу Обрезки Прогрыз свой Ветский Старый дом Проклятый Старый Дом Все Всем пока До свидания Всем В общем Слесия беда Случилась Вот уж я дал Хамон Вчера Скорую вызывали Везли Колоноскоп Домой Везли Главврач Приезжал Колоноскоп Привезли Из Мечникова А он не подошел Дуже маленький Таких Поделилась Я коллегам принесу Да? Ну молодец Беленку Жанне Ну слава Богу Вон оно